Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и я отвечаю на ваши вопросы. Недавно вышло видео по чугунным печам и почему чугунные печи не являются лучшими по сравнению с остальными. Посыпалось много вопросов, много обвинений, что я, как говорится, натягиваю что-то на что-то и извращаю факты, что чугунные печи всегда были лучше, надежнее, долговечнее. И в результате вот этого вот такого анализа люди считают, что я просто-напросто в тупую пиарю стальные печи. Ну, ввиду того, что мне за свою жизнь пришлось попробовать все печи, кирпичные, чугунные, стальные, ну, не каждый может похвастаться, что у него были такие возможности. У меня были такие возможности. То я могу смело заявлять, что мои доводы основаны на практике. На практике, в первую очередь, при том, что если вы возьмете, подключите сюда еще и науку, я думаю, все эти практические выводы подтвердятся, потому что мои доводы не противоречат физике. Ну, откуда ж тогда? Почему чугунные печи делают до сих пор? Если вот люди говорят, ну, в таком случае, почему тогда производители чугунные печи продолжают делать? Если вдруг те аргументы, которые я выдвинул, ну, правдивые. Так вот, давайте посмотрим на эти вещи. Ну, не... Если, знаете, провести параллели, тогда можно сказать, а почему тогда люди курят? Почему выпускаются сигареты? Люди пьют? Выпускается водка? По той же самой причине. Ну, во-первых, реклама. Реклама. Двигатель любой торговли. Если начинать в рекламе говорить, что это как красиво, как это брутально, как это надежно, как это долговечно, и начинать искать, что вот именно от чугуна такое излучение, которое, ну, очень полезное, ну, очень благоприятное. Понимаете? Можно и об этом многим, многим просто-напросто они не понимают, что вот этим именно им забивают мозги и совершенно они не смотрят, что происходит. Просто-напросто рынок насыщен. Рынок насыщен печами, котлами, чугунными, стальными. И его продолжают насыщать. Технологические требования, технологические требования в производстве по сей день не меняются. А требования, они выражаются в том, что выпуск более экономичных, более надежной продукции не, как бы, не оправданных. Ну, сами посудите. Если у человека поставят надежную печь, и она у него прослужит долго, то ему невыгодно будет покупать быстро новую, а производителю невыгодно. Ну, некоторые скажут, так ты сам себе противоречишь, чугунные печи долговечные. Да, если чугунные печи сравнивать с обычным, ну, металломом, железом обычным. А если вы начнете чугунные печи сравнивать с нержавейкой, и все, у вас это не получится. Так вот, качество материалов очень много значит. А очень часто чугун то делают из чего? Из обычного металлолома. Еще немаловажно. Это отсутствие специалистов. Специалистов, которые бы хорошо разбирались в этом деле. Но опять мне скажут, что я тень на плетень беру. Я не говорю отсутствие металлистов. Специалистов, которые занимаются металлообработкой, металлоподготовкой. Таких специалистов навало. А вот специалистов, которые бы могли соединить теплотехнику с производством теплотехнических приборов, вот тут уже сложность. Плюс тому, специалистов, которые бы умели качественно сварить изделия, очень мало. А разнорабочих, которые просто болтовые соединения, или там соединили отливки, очень много. Поэтому чугун намного дешевле собирать. Стальную печь сварить намного дороже. Если по материалам стальная печь может быть и дешевле, то по трудовым затратам она значительно дороже. И вот погоня это за прибылью приводит к тому, что производители не хотят насыщать качественными стальными печами. Если, как говорится, упорно качественно, они подсовывают вам чугун. Ну и понятное дело, самое главное, самое главное, это отсутствие идей у производителей, у тех, кто делает ставку на продвижение. И вот это все вкупе приводит к тому, что чугунные печи по сей день продолжают как бы лидировать. Вот подумайте в этом разрезе над моими словами. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...